Могилёвское училище Олимпийского резерва мает судовную базу як для тренировочного, так и оздоровленного процесса. Это подчас рабочей поездки в Могилёвскую область отзначила вице-премьер Беларуси Наталья Качанова. Так, наместник керавника у Рада высоко оценила деятельность спортивно-оздоровленного центра Рудея. Путевки у спортивно-оздоровленного центра Рудея размиркованы на усе измены. Тут тренируются и одночасово поправляют свое здоровье выхованцы Могилёвского в училище Олимпийского резерва. Я занимаюсь лыжными гонками. И мы сейчас в подготовительный период используем кросс, бег. Поэтому идет сильная большая нагрузка на ноги. И мы используем вот эти процедуры для восстановления. У советский час тут был санаторый одного завода у Могилёва. Шесть годов тому базу передали в училищу Олимпийского резерва. С того часу и почалась поступовая модернизация и, так бы мовить, другое житё оздоровленного центра. Закупили сучасное медицинское и спортивное обсталявание. Хорошего вам лета. Отдыхайте, тренируйтесь. Тренируйтесь, занимайтесь, чтобы мы услышали о вас на Олимпиадах. Хорошо. Спортивно-оздоровленный центр працует круглый год. Учебно-тренировочные сборы организуются не только для выхованцев Могилёвского в училище. Летось до прикладу. Тут отпочивали четыре национальные команды. За тот год мы заработали практически почти три миллиарда денег. Вот. Ну, планируем более активно ещё развивать. У нас здесь были уже делегации Украины, России, Молдавии. В прошлом году, мне сказали, 130 человек были переданы в национальные команды нашей страны. Вот это результат, который должен быть у таких учреждений. Я очень порадовалась тому, что училище имеет такую базу, тренировочную, это раз, но и, несомненно, медицинскую базу. Это очень здорово, это великолепно. Потому что тренировочный процесс без медицинского сопровождения сегодня просто невозможен. Татьяна Сергеевич, Александр Тарасов, Новиниргіон.